Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях заведующий онкологическим отделением Люберецкой больницы Вартан Санасарович Егиазарян. Мы рады его приветствовать здесь в студии. Слово «рады» здесь очень важно. Почему? Потому что, во-первых, мы встречаемся в хорошем смысле слова «живьем». Был период, когда с врачами, даже когда очень надо, люди как-то думают, что не надо, потому что где-то там чего-нибудь подхватим. Сразу же первый вопрос совершенно не онкологический, а вопрос простой. Сейчас вот есть ощущение, что как-то увеличиваются немножко какие-то числа, а люди немножечко как бы расслабились. Мы видим, что и в масках не все, и в Москве, и здесь, в городском округ Люберце, в транспорте пользуются. Хотя, кстати, никто не отменял наказание за это. Есть у вас ощущение, что никуда не ушел этот вирус, и люди просто устали от него, и решили махнуть на него рукой некоторые? Ну, во-первых, добрый день, спасибо за приглашение. Хочется подчеркнуть, что, во-первых, сезонность, осенью, как правило, мы видим увеличение острых респираторных заболеваний. Это является также респираторным заболеванием, которое подвержено, наверное, сезонному росту заболеваемости. Вы правильно отметили, что люди уже, наверное, чуть-чуть привыкли, освоились и, грубо говоря, и расслабились. То, что те меры предосторожности, которые в начале пандемии люди бдили и соблюдали, чуть-чуть сегодня отошли от этого, к сожалению. Может быть, и с этим связан, конечно, рост заболеваемости. Ну, сейчас большая надежда идет на вакцинацию, поэтому будем надеяться, что при вакцинации подавляющего процента населения, при формировании так называемого популяционного иммунитета, болезнь пойдет на спад. Но все равно есть вызовы, и очень важный этот вопрос именно вам адресую, потому что так человек устроен, даже психологически, что мы понимаем, где-то, наверное, вирус пришел, и даже если он не уйдет, но как-то мы к нему привыкнем, рано или поздно будет стопроцентная какая-нибудь вакцина, корь, чума, все это проходили. А вот все, что связано с онкологией, слово «онкология» людей пугает. Многие, которые вообще с этим не сталкивались и сталкиваются в первый раз в жизни, у них вдруг ощущение «ну все». А ведь это же на самом деле на сегодняшний день не совсем так. То есть надежда и шанс есть сегодня? Ну, вы правильно подчеркнули, что многие люди, слыша этот диагноз, бросаются в панику психологически. Не каждый человек может воспринять адекватно этот диагноз. Я подчеркиваю диагноз, потому что на сегодняшний день при раннем установлении этого заболевания эта болезнь будет именно носить диагноз характера, не приговор, а… Просто контролируемого заболевания. Так как медицина на сегодняшний день располагает под очень большим спектром диагностических процедур, лечебных процедур, которые позволяют эту болезнь вылечить. Даже вылечить? Даже вылечить. Самое главное тут надо подчеркнуть, что это своевременная выявляемость. Естественно, на первой стадии, на второй стадии, когда мы выявляем, то шансы выздороветь, конечно, они больше, чем при третьей, четвертой стадии заболевания. Правильно я понимаю, что это благодаря всем тем усилиям, которые вообще человечество в целом, да, и в частности медицина, и медицина именно, ну, скажем, не только лекарственная, но и медицина, любая другая медицина, которая борется уже с этим заболеванием много-много, ну, веков, наверное, уже в какой-то степени, можно сказать. И все-таки есть способы преодолеть на каком-то этапе эту... Ну, основные методы лечения онкологических заболеваний – это хирургические, химиотерапия и лучевая терапия. По этим трем направлениям ведутся колоссальные работы. Развиваются новые хирургические операции, расширяются показания для операций, большие комбинированные операции проводятся. Что касается химиотерапии, также ведутся направления, выделяют отдельно иммунотерапия, развивается активно. Молекулярно-генетические анализы проводятся, на основании которых вырабатываются также препараты. И, соответственно, лучевая терапия очень колоссальные возможности имеет, активно развивается, за которым мы тоже видим большое будущее за этим методом лечения. То есть, фактически, вот мой тот самый первый неприятный, страшный вопрос, мы можем немножечко нивелировать. При правильных подходах у человека не только, как вы говорите, диагноз, но можно его еще и вылечить. И при правильном потом подходе уже его в жизни, да, это может стать его историей всего-то навсего. Ну, тут надо самое главное подчеркнуть, чтобы не привести к этой ситуации, да, человек должен изначально для себя правильный подход создать. Вот давайте мы сейчас начнем с самого важного. Вообще, что такое онкология? Почему она у человека появляется? Онкология вообще, она может развиться у любого... Здоровый, нездоровый, правильно вел жизнь. У здорового человека. Ага, так. Но любому онкологическому заболеванию предшествует какое-то хроническое состояние или заболевание. Поэтому наша первоочередная задача – искать вот эти заболевания у потенциально здорового человека. То есть та самая профилактика. Да, вот именно профилактика. Найти на ранних этапах, да, вот хроническое заболевание, вылечить человека от этого заболевания. Не надо искать онкозаболевания у больных людей. Надо активно, повторяю еще раз, активно искать у здоровых. То есть это ежегодно проходить, хотя бы ежегодно проходить диспансеризацию. То есть какой-то минимум обследований проходить, чтобы врача натолкнуть на мысль, что у здорового человека уже что-то не так. Вот это вот очень важный факт именно в лечении наших пациентов. Во-первых, еще раз говорю, это выявить на ранней стадии. От этого зависит исход лечения пациента. Пандемия вроде как продолжается, отделение-то работает нормально. Наше отделение с начала пандемии работало и работает как бы в полном... Слухи-то были разные, я имею в виду, в стране? Ну, в стране... Все закрыли, только пандемия. Нет, отделение работало, работаем как бы в штатном режиме, выполняем все свои функции в полном объеме. Ну, вообще, для зрителей надо подчеркнуть, что отделение находится в первом стационаре на Октябрьском проспекте 338, рассчитано на 50 коек. Мы обслуживаем жителей городского округа Люберцы, также город Лыткарин, Держинский, Котельники относятся как бы территориально к нам. В 21 числа уже окончательно произошло слияние Люберецкого онкологического диспансера с Люберецкой областной больницей. Все функции диспансера сейчас выполняет Центр амбулаторно-онкологической помощи, который расположен в 6-й поликлинике на Назаровской, дом 3. Врачи прием ведут две смены, больные полностью обследуются в этом же здании. В чем вот именно ценность и важность вот этой структуры, что больной не ходит по поликлиникам, а именно в одном месте он проходит весь комплекс всех диагностических процедур, которые позволяют в кратчайшие сроки установить диагноз. Сейчас у нас же в больнице имеется онкоконсилиум, больной после установления диагноза приходит со всеми документами к нам на онкоконсилиум, где мы уже разрабатываем тактику лечения пациента. Помимо всего, мне кажется, может быть, я не прав, поправьте, что когда люди, ну или где-то предварительный диагноз, или они узнают диагноз этот в кабинете, тут же еще, наверное, врач должен быть немножко психологом, потому что человек сразу автоматически некоторые ставят на себе крест. Это еще дополнительная у вас такая внутренняя должна быть услуга, как говорят. Да, работа онколога, да, она в этом и заключается, от других специальностей, что контингент у нас больных другой. То есть тут надо человека найти те слова, найти тот подход, чтобы именно человека настроить на позитивное лечение. Тут в этом случае от врача очень много зависит именно от врача-онколога. Потому что вы правильно сказали, что человек, слыша этот диагноз, впадает и в депрессии может, и в тяжелое психологическое состояние. Поэтому тут от врача исход лечения тоже очень большое значение имеет. Мне кажется, важно, что сейчас же все, как чуть-чуть врачи, то есть как только он слышит, он начинает лезть в интернет. А в интернете, если внимательно почитать, везде любая болезнь, там обязательно есть, ну и возможно, значит, злокачественное образование. И все. Ну, на любое. С точки зрения, наверное, медицинского подхода это может быть вполне правильно. Но когда человек очень восприимчивый к этой информации, и у него появляются какие-то подозрения, конечно, на него это очень действует. И от того коллектива, который работает, конечно, зависит много. И вот тут, естественно, вопрос, кто ваши врачи. Я сейчас спел поясню. Помимо профессионализма, помимо вот этой психологической составляющей, это еще должны быть какие-то такие человеческие качества. Потому что вы же понимаете, что все-таки стадия заболевания у всех разная. И иногда вот есть, как говорят, фраза, да, такая, последний доктор. Вот в какой-то степени это надо человека вот довести до, максимально дать ему все, что возможно, врача. Как вы подбирали себе коллектив? Ну, коллектив у нас уже как бы сложившийся, уже много лет мы вместе работаем. Пять врачей у нас в отделении. Текучести кадров как таковой нету. То есть мы уже в одном коллективе много лет работаем. Ну, специфика нашей работы такая, что мы должны, вот вы правильно сказали, иногда, к сожалению, онколог становится последним доктором. Тут, конечно, каждому больному надо индивидуальный подход найти, найти те именно слова, которые он хочет услышать. Вот это очень важно, что любой больной хочет услышать то, что он... Конечно. Поэтому, ну, люди у нас, врачи опытные, поэтому тут, с этой точки зрения, мы застрахованы. Да, да, да. А вот приток каких-то новых, вот, все-таки это, ну, прописи врач-онколог или человек, который так или иначе связан, ну, это же понятно, что разные еще направления должны быть. Вы же все равно, наверное, занимаетесь каким-то таким мониторингом. Почему я задаю этот вопрос? Есть ощущение, что сегодня подготовка врачей, ну, не везде, ну, такого достойного уровня, или от человека это зависит. Они, вот, новички же к вам попадают, приходят. Приходят. Как-то вы их отсеиваете. Вы же хотите, чтобы у вас был только стопроцентный коллектив профессионалов. Ну, новички, вот, говоря новичком, да, к нам приходят ординаторы, учатся, как бы, тут тоже, да, мы помогаем подрастающему, как вы сказали, поколению, вообще образование, оно всегда исходит от человека. Если человек хочет учиться, ему никто не помешает. Если человек, наоборот, не хочет учиться, ему даже тут в этом случае никто не поможет. Естественно, ну, тем более профессия врача, она обязывает, да, периодически, во-первых, уже и самообразовываться, повышать свой практический и теоретический уровень. Тут многое, конечно, от самого человека зависит. Ну, то есть, на сегодняшний день, чтобы завершить нашу первую часть разговора, а дальше мы поговорим уже о способах, подходах, на сегодняшний день при хорошей постановке вопроса, я имею в виду не только ваш коллектив, да, но онкологию можно держать под каким-то контролем и получать конкретно уже в вашем отделении все необходимые и всевозможные способы лечения, подходы современные и так далее. Это реальность на сегодняшний день? Да, на сегодняшний день это реальность. Мы в начале нашего разговора отметили, что успех лечения онкологического заболевания зависит от того, на какой стадии выявлено. Естественно, мы стараемся и активно агитируем людей проходить периодически диспансеризацию. При каких-то случаях, когда человеку что-то в своем состоянии не нравится, обязательно лучше обратиться, конечно, к врачу. Ну, сейчас давайте сделаем небольшую паузу. Я думаю, что все хотят услышать от Вартана Санасаровича все-таки, какие способы, потому что фильмы же сейчас многие смотрят, да, врачи там тоже показаны разные способы, разные и так далее. Но по-прежнему, еще раз обращу внимание, слово онкология многих пугает. Давайте будем разбираться более конкретно во второй части нашей программы, программы «Открытый диалог». Напомню, что эта программа «Открытый диалог» у нас в гостях заведующая онкологическим отделением Люберецкой областной больницы Вартан Санасарович Егиазарян. Говорим мы, естественно, об онкологии. Мы в первой части, ну, скажем так, немножко философских каких-то вопросов тоже касались. И во второй части я хотел бы, чтобы мы еще раз попытались убедить наших телезрителей, причем и тех, кто уверен, что никогда с ним ничего не произойдет, и тех, кто все время думает, что у него это, а на самом деле этого нет, да, которые вот предрасположены лечиться все время, люди есть такие. И третье – это те люди, которые не предполагают, да, что у них что-то может быть подобное. Мы сейчас будем говорить во второй части о современных подходах. Вот насколько я понимаю, вот когда болезнь все-таки, ну, наверное, не до конца изучена, раз ее, ну, на стопроцентно в некоторых случаях нельзя вылечить, у нее все время появляется вокруг нее много научных подходов, каких-то статей, материалов. Вот вы как заведующий и ваши врачи, вы существуете вот в этом, в мире поиск? Подсматриваете что-то в других врачей, в других странах? Ну, естественно, мы ведем, как бы, изучаем и научную литературу современную, выезжаем периодически на научные конференции. Последнюю мы конференцию, кстати, ваше телевидение освещало 4 сентября, было именно в нашем округе, куда были приглашены специалисты, как из ведущих центров онкологических, так и практикующие врачи Московской области. Это очень важно, потому что, к сожалению, при нехватке времени, это очень важно, и встречаться воочию, да, обмен опытом, конечно, и ведущие специалисты нам новшества какие-то рассказывают. Это очень была интересная конференция, было очень много вопросов. И я думаю, что это мы сделаем традиции, как минимум, для нашего городского округа. По области это уже, как бы, традиционно. Раз в месяц мы в том или ином городском округе собираемся по разным темам. Это нам позволяет, как бы, повышать и профессиональный уровень, и, естественно, общение с врачами, наладка каких-то новых контактов. Это помогает и в повседневной работе. Ну, а на сегодняшний день еще такой вопрос. Оборудование, да? Мы слышим, что и знаем наверняка, что даже, может быть, и есть где-то оборудование, ну, я в общем говорю, но оно, может быть, очень дорогое для того, чтобы его приобрести, например. Как происходит появление оборудования? Какое есть у вас сегодня оборудование? Насколько вы технически сейчас оснащены? Ну, вопрос о онкологии вообще в последнее время уделяется очень большое значение. Последние годы мы по именно этой программе, нацпроекту «Онкология» очень много оборудования получили в нашу больницу. На сегодняшний день материально-техническая база Люберецкой областной больницы, в принципе, позволяет нам полностью в своем учреждении больного обследовать, поставить диагноз и пролечить. То есть у нас есть оборудование и для диагностики, и для лечения. Вот и современные аппараты эндоскопические, КТ, МРТ. А как это происходит? Ну, условно, вам нужен какой-то аппарат. Вы куда-то подаете заявку? Да, естественно. Как это? Подается заявка в Министерство здравоохранения Московской области. Там оно рассматривается? Оно рассматривается, и, соответственно, да, уже... А существует какая-то, я не знаю, спонсорская, может быть, помощь? Кто-то решил купить вам что-то, ну, или так пока сейчас не работает? Ну, помните, в 90-х годах такое было? Ну, сейчас, как таковой практики нету, потому что, в принципе, то, что... Надо то... Именно по, еще раз говорю, по программе вот этой онкологии, мы, в принципе, очень довольно-таки серьезное оборудование получили. Вот, поэтому... То есть вам даже, как специалистам, работать комфортно? То есть вы, вот все, что вам нужно, не нужно никуда там ехать через... Смотреть, а вот вы посмотрите, там, там и так далее, в принципе, все на месте. Нет, для нас в нашем учреждении, как бы, всего достаточно. Вопрос пандемии, он никуда от нас не уходит. И у нас здесь был ваш коллега, который представляет сердечно-сосудистую нашу систему. И вот мы когда говорили Михаиловичем, он сказал, что пандемия, как ни странно, вот и вакцина, слово тромб там все время, да, часто звучит, что очень серьезно, пандемия повлияет и, возможно, повлияет еще глобально на нашу сердечно-сосудистую систему, на проходимость крови и так далее. Вы, как специалист, есть ли влияние вот этой пандемии, это вируса на убыстрение, может быть, этого заболевания, или пока не выявлено ничего? Ну, тут хочется отметить, что наши больные, они изначально уже подвержены, да, инфицированную, так как люди находятся, те особенно, которые в процессе химиотерапии, у них уже есть иммунодефицит. То есть они открыты, к сожалению. Да, химиотерапия, да, химиотерапия, она защитные функции организма, естественно, снижает, и в этом состоянии человек более подвержен инфицированию. Естественно, при инфицировании болезнь будет, ну, более такое тяжелое течение иметь, потому что больной уже изначально он, ну, ослаблен, да, вот лечением нашим довольно-таки серьезным. Да, к сожалению, у нас многие больные заболевают, ну, коронавирусом, да, ну, будем надеять, что не сильно повлияет на них. Ну, опять же, такой вопрос. Говорят, что такие вещи, они вот приходят к нам, да, и каким-то образом... Все равно же организм пристраивается, подстраивается под эту историю. Пока мы только психологически некоторые, да, маску сняли, кажется, что уже не заболеешь, хотя это не так, но придет время, да, организм все равно выработает какую-то систему защиты. И, кстати, у многих она была изначально, вот, так уже строен наш человеческий организм, да, речь идет об антителах. Вот масса историй голливудских особенно, ну, потому что люди известные, медийные, о том, что и на четвертой стадии, там, про Майкла Доглас, например, рассказывали, что победил и так далее. Мы понимаем, что некоторые истории, может быть, рассказываются просто для того, чтобы поддержать некую популярность. Но, тем не менее, есть ли в истории онкологии какие-то чудеса? Чудеса есть, конечно, не без этого. Мы в чудеса, хоть мы и материалисты, но тоже хочется верить в те детские сказки, которые все наверняка знают. Чудеса есть, но тут чудо, еще раз говорю, зависит от самого больного. Вот это чудо, чтобы оно воплотилось в жизнь, тут нужен и настрой больного, естественно, и правильный подход врача индивидуально к больному. Чудо будет, когда мы подавляющее большинство случаев онкологических заболеваний будем выявлять на первой, второй стадии. Вот это будет первым чудом, к которому мы стремимся и хотим воплотить в жизнь. Поэтому мы всегда людей пропагандируем обязательно, чудо в их руках. Почему-то человек так странно устроен, что пока, как говорится, кто-то там на горке не крикнет, этот самый человек не идет, не хочет он. Может быть, отчасти, знаете, почему это происходит? Вот я пойду и найдут, а я боюсь, что не найдут. Такая-то замкнутая круга. Да, ну, менталитет, наверное, может, людей надо чуть-чуть поменять. А вот как тогда вы как врач посоветуете, ведь есть еще окружающие дома, да, близкие люди, родные, человек может быть лидером, и поэтому он не идет, потому что никто его, ну, не переведит. А другой человек, которого можно, может быть, каким-то образом переведить, вот как родным и близким, которые зачастую догадываются, что что-то идет не так по поведению своего человека в семье, вот как им правильно привести к вам пациента или привести человека, ну, хотя бы на профилактику? Ну, тут все зависит от того, какая погода в доме, скажем так. Вот так. Да, конечно. Если хорошие отношения в семье, то близкий человек в любом случае найдет те рычаги, на которые надавят и отведет своего близкого к врачу. Вартан Санасарович, есть еще такое мнение, оно распространено, что если у человека выявляется, ну, онкология в любой стадии, неважно сейчас в хорошей или в плохой, если можно так выразиться, то все, это все деньги, это надо продавать квартиру, машину и так далее и тому подобное. Даже человек еще не с врачом, ну, специалистом не поговорил и так далее. Полис как-то работает сегодня с онкологией? И что можно вылечить с помощью полиса? Или все равно деньги понадобятся? Ну, хочется отметить, что все лечение онкологического больного в рамках обязательного медицинского страхования, оно абсолютно бесплатное. То есть, начиная диагностикой, заканчивая самыми современными сложными видами лечения, абсолютно бесплатно. Это в рамках государственных учебных, ну, лечебных учреждений. То есть, не нужно сразу бежать в какую-то платную клинику, отдавать кучу денег, да? Ну, вы понимаете, тут уже выбор лечебного учреждения, естественно, за больным, но те учреждения, которые работают в рамках обязательного медицинского страхования, это все лечение больные проходят бесплатно. А вот вернемся к чудесам, хочется все-таки оптимистично, чтобы было. А люди, у которых был диагноз, и которые побороли эту историю, вот у вас какая-то связь с ними поддерживается? С очень многими людьми, да, поддерживают связь, люди приходят. Ну, мы же их видим, когда они приходят на повторное обследование, потому что больной после лечения, наши все больные, они находятся на диспансерном наблюдении, то есть, они регулярно проходят лечение. И мы многих больных наших видим, радуемся, когда у них нет признаков прогрессирования заболевания, это говорит о успехе нашего дела. И вашего, и их дела. И их дела, конечно. И, видя эти случаи, мы, естественно, радуемся и надеемся, что будущее поколение больных тоже будет... Их будет больше. Без признаков прогрессирования, это очень важный для нас фактор. Вот самый последний вопрос уже к вам, персональный, личный. Почему вы выбрали именно эту? Это случайность, специальность, или это было какое-то осознанное действие в вашей жизни? Потому что все-таки, согласитесь, вариантов, когда врач самый лучший, самый хороший может услышать от родственников, ну что ж вы не помогли все-таки больше, чем в других профессиях медицинских. Почему вы выбрали эту профессию? Такие случаи, к сожалению, тоже бывают. Мой выбор был осознанный на третьем курсе, когда учился еще в медицинской академии. У нас начался цикл лекций и практических занятий по онкологии. Мне эта специальность заинтересовала именно своей сложностью. То, что тут все-таки это мультидисциплинарная специальность, и тут есть над чем работать. И она, видимо, своей сложностью заинтересовала, поэтому я выбрал эту специальность. То есть в хорошем смысле слова вы легких путей не ищете, а идете там, где сложности. Ну, видимо, так и получилось, да. И те люди, которые работают вместе с вами, наверное, тоже такого направлены. Я надеюсь, что тоже у них выбор был именно этим. Ну, нам остается только... Вот любому врачу хочется, как ни странно, меньше работы всегда желать. Но зато у вас есть много научной работы. Мы очень рады, что прошла конференция. Это будет хорошим подспорьем, если это действительно будет постоянная история. Потому что я думаю, что наши телезрители видят сейчас вас, в вашем подходе, в вашем рассказе, что, опять же, такая поговорка есть. Не так страшен черт, как его молюют. А уж если вы профилактически займетесь своим собственным организмом, потому что ваша семья, ваш организм, и вы фактически отвечаете за всю вашу семью. И нам очень хочется надеяться, что таких пациентов, которые будут радоваться вместе с вами, потому что мы не можем обещать, что онкологии не будет, она, к сожалению, есть, будет. Но возможность существования с этой болезнью до поздних-поздних зрелых лет, она будет увеличиваться. Вам, вашему коллективу, огромное спасибо. Вот, хорошей работы, понимающих пациентов и их родственников. И давайте мы с вами через какое-то время еще раз встретимся. С удовольствием. И расскажите нам, как вы боретесь с этим хитрым таким врагом. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Вартан Санасарович Егиазарян, заведующий онкологическим отделением Люберецкой областной больницы. Я думаю, что после сегодняшней нашей программы, как после и прошлых программ, после наших новостных сюжетов, вы поймете, что если у вас есть либо подозрения, либо ощущения психологические, что что-то со мной не так, то не нужно сразу же впадать в какую-то депрессию, платить сумасшедшие деньги непонятно кому. Поэтому приходите в областную больницу и попробуйте. Может быть, все не так уж и плохо. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова